Рековая мудрость С 5 февраля на 1 марта 2000 года 6-я рота вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков. Все, кто в последний день сражения еще остался жив, взяли на себя огонь полковой артиллерии. В бою погибло 84 военнослужащих. И сегодня мы хотим вспомнить героев-десантников 6-й Псковской воздушной дивизии, среди которых был и наш земляк Владимир Александров. Я хочу сказать, что не каждый человек способен на геройский поступок, на подвиг. Но зная о том, что за твоей спиной Родина, за твоей спиной родные, самая главная битва за мирное небо, я думаю, что страх и другие боязни уходят на второй план. Именно на таких примерах им нужно воспитывать наших ребят, будущих защитников нашего Отечества. Большое вам спасибо, что вы собираетесь в этот траурный день. Он обыкновенным мальчишком рос, вот такими же, как он сейчас стоят ребята. Но у него было такое, что у армии он всегда отслужит. Чтобы отлынить от армии, у него даже в мыслях не было. Закончив школу, он пошел служить. Писал, что служит хорошо. Еще хочу сказать, вот при вас, при всех здесь, большое спасибо Александру Владимировичу Сослину. Он помог сделать могилу. Теперь мне сюда приходить приятно. Сколько лет бились, нам не давали делать, сами ничего не делали. Пришел человек на этот курс и все сделал. Он не только учился, он еще и работал. И когда он приходил в школу, все учителя понимали это, что ему нужно было. Семья многодетная, поэтому надо было и работать, и учиться. Мы не отдали, зато. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова